В каждой клетке стоит сколький-то этажный дом. Известно, что по любому ряду, и такому, вертикальному, и резонтальному, у нас все одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные, четырехэтажные, пятиэтажные дома стоят по одному рату. То есть здесь на самом деле должны быть написаны числа до того до пяти в каком-то порядке, и здесь то же самое. Числа до того до пяти в каком-то порядке. Что означает это число? Что если смотреть отсюда, то видно четыре дома. Если смотреть отсюда один дом, отсюда один дом, отсюда три дома. Если видят только один дом, то, разумеется, это пятиэтажка. И почему она должна стоять? Потому что пятиэтажка всегда видна, и если бы она стояла дальше, то виден был бы еще какой-то дом. Вот, замечательно. Четырехэтажные мы уже заполнили. Теперь нужно заполнить все остальные. Ну, двойки четыре пять. Вот здесь? Да. Что такое четыре-пять? Ну, это дома пяти... Нет, если вы думаете, что здесь все обязательно... Здесь, конечно, не пяти. Например, потому что здесь пять, и просто если здесь было пять, то здесь было два. Нет, здесь четыре. Пятерка где-то вот здесь. Здесь что? Четыре. Вообще четыре. Ну, тут же два видно, если... Нет, смотрите, почему здесь не стоять? Три, здесь пять, а здесь все дома. Даже неизвестно. Там где верхняя двойка, здесь, если мы смотрим четыре. Потому что она уже не может быть за пятеркой. Правильно. Вот это, вот это муха. Смотрите, здесь стоит два, а здесь стоит пять. Пятиэтажка видна все равно. Значит, из этих домов должен быть виден только один. Но четырехэтажка из них обязательно видна. Значит, четыре вот здесь. Очень хорошо. Потом еще нужно понять, где пятерка. Потому что во второй строчке... Можно вы видите, объясните. Там их мест просто не остается. Потому что вот все остальные... А, вы имеете в виду, что если у нас стоят уже три пятерки, то остальные две стоят либо так, либо так. Да, это правда. Да, 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 да. Действительно. Либо вот так, либо вот так стоят пятерки, либо так стоят пятерки. Правильно. То есть, значит, только два дома, а тут три. Значит, она без двух. Ура, молодец. Это очень правильный вопрос. Если бы пятерка стояла здесь, то отсюда не было бы видно три дома. Значит, пятерку сюда ставить нельзя. Поскольку у нас варианты. Вот для нельзя ставить пятерку, значит, мы ее ставим сюда, и мы ее ставим сюда. Отлично. Два, три, четыре, вот здесь один. Почему нельзя по другому? Вот это важно. Ну, потому что так, дверные, четыре дома, так. Один, два, три, три, пять. Смотрите. Всегда же важно не то, что там как-то можно поставить, а то, что нельзя поставить по-другому. То есть, мы должны заниматься... Если мы поставим четверку, а если мы тут или тут поставим, то, значит, будет видно, как у него три дома. Значит, оставшиеся четверку, то, значит, оставшиеся ниже там тоже будет видимо, что он будет спереди. То есть, если мы не можем поставить вот в этих местах, то, значит, остается только тут четверка. Отлично. Это очень хорошо. Еще что-нибудь можем сказать? На самом деле, мы можем. Вы правильно сказали, что четверка должна быть здесь, а вот здесь что? А, тройка. Три, конечно. Потому что, если бы здесь стояло меньшее число, то тройка была бы видна. Потом идет с той стороны двойка. Почему? Во всех этих задачах всегда важно не фантазировать, а доказывать. Доказывать, что у нас по-другому бывает. На самом деле, вот эта идея, что если мы знаем, что пятерка не закрывает четверку, то четверка будет обязательно видна, она еще в одном месте также замечательно работает. Смотрите, понимаете? Если мы расставим четверку где-то вот тут, в этом столбце, следовательно тут будет стоять меньше там, и следовательно тут уже будет. А в самую верхнюю нельзя, потому что в верхнем ряду четверка уже есть. Значит, четыре стоит обязательно в этом месте. Обратите внимание, мы на самом деле уже довольно большую часть информации учли. Например, вот эта двойка уже, это она нам все, что могла. И вот эта, и вот эта. Вот эти цифры уже полностью исчерпаны. И вот здесь тоже самое. Вот эта строчка, и тут, и тут, где можно быть четверок, потому что эти стопы уже исчерпаны, только один из стопы. А, потому что мы уже проставили много четверок. Вот здесь проставили, здесь стоит, здесь стоит. Поэтому автоматически здесь очень хорошо. Очень хорошо. Так, а здесь почему? Потому что четыре, да, по той же причине, спасибо. Заметьте, пожалуйста, мы полностью разобрались с пятиэтажками и четырехэтажками. Почему? Здесь не может стоять тройка, но если... Нет, тройка здесь, кажется, уже стоит. Да, да, да. Но я говорю дополнительно, может стоять тройка. Если здесь будет больше, например, тройки, то четырех, то не будет четырех. Нет, стой, три, четыре, пять уже. Вот здесь стоит один-два или два-один. Вторая параллета? Почему? Почему один параллета? Потому что здесь будет видно, сейчас если сюда мы поставим тройку, то будет видно три дома как раз. Да, да. Вот. Чем тут? Ну, здесь единица. Да. Так, сейчас. Смотрите, никогда нельзя предварить, что это положительный аргумент. Не важно понимать. То, что там будет хорошо, это как раз неинтересно. Интересно, почему-то будет плохо. И значит, именно так, не быть четверки, пятерки, мы расставим. Ну, молодцы. Теперь надо посмотреть, какую информацию мы еще ни разу не использовали. Двойки. Единицы. Нет, информацию, то есть вот эти сбоку написанные числа. Четыре. Совершенно верно. Четверки мы еще толку не использовали. А вот если она стоит тройка, то значит, тройка липотерка будет где? Если она будет стоять тут, то это будет видно в прямом случае тройка. Очень хорошо. Очень хорошо. Мы уже поставим мысль, она очень поставим. Смотрим вот отсюда. Если бы здесь было число три, то тогда была бы видна только последовательность трех домов. Три, четыре, пять. Но здесь стоит нет. Здесь не три, здесь не три. Значит, тройка вот здесь. Очень хорошо. И, кстати, заметьте, пожалуйста, что будет, если будет один, два, три, четыре, пять? Тогда сколько домов было бы видно? Все пять. Все пять. Значит, на самом деле здесь должно быть что? Двуха. Здесь должно быть два один. И там остается в строчке последний цикл. То есть, давайте. Да, потому что все остальные четыре числа есть. Не, не посмотрите, а может, еще что-нибудь смотрите? Там же выбор, выбор-то, и не такой большой. Если бы тут, либо тут. Смотрите, если бы там был один, то был бы один. Тройка. А? Если мы поставим тут единицу, то будет видно уже четыре ряда. Да. Значит, единица тут. Единица здесь. А там что? Сетра. Отлично. А там тройка. Это другое. Сетра. Да. Так. Ну, ребята, ведь тут чем больше заполнили, тем легче. А сейчас осталось уже, потому что когда, скажем, в столбце у вас два свободных места, то в ряду... Тройка в этом ряду может стоять либо здесь, либо здесь. Но поскольку тройка уже стоит в этом ряду, тройка будет стоять вот здесь. Отлично. Оставшиеся цифры в этом ряду это двойка. Да. А в этом ряду остается четверка. Я в столбце, прошу. В столбце, да? Четверка. Четверка уже там не будет. Да, извиняюсь. Единица. Да. Значит, единица будет стоять вот здесь. В этом ряду не хватает двойки и тройки. Тройка уже в этом ряду есть, значит, тройка будет стоять вот здесь. Отлично. Оставшиеся двойка, здесь оставшиеся двойка, и здесь оставшиеся извинец. Спасибо большое. Все, поняли? Впишите в ячейки числа от 1 до 6, чтобы в каждом вертикальном ряду присутствовали все числа от 1 до 6, в каждом вертикальном ряду тоже, это были бы высоты зданий, и число показывало бы, сколько зданий видно в соответствующем направлении. То есть, вот, скажем, отсюда видно 6 зданий. Давайте поймем сразу, что это означает. И в единицу шестерку. Да, давайте. Вы стоите, просто напишите прямо числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заметьте, надо будет 6 на 6, а в чем-то даже легче. Сразу. Просто из-за того, что есть число 6, мы уже знаем эту строчку. Да. Отлично. Отлично. Правильно. Единица не видна, а остальные все должны быть видны. Значит, эта пятерка дает мощный результат. Да. Целый столбец удалось запомнить. В этом ряду можно поставить 5 и 6, чтобы видно было только 2 дома. А здесь получается 1, 3. А почему 5 и 6? Почему никакие другие? 4. Ну, потому что у нас тогда с этой стороны не будет видно. Не понимаю. Это вообще сложное обсуждение. Мне, если честно, не нравится. Давайте что-то по-просту. Есть место, где можно сразу заполнить целый ряд. Вот здесь видно 5, 6, 6, 5, 4, 3. Конечно. Потому что 4 не будет видно из 6 в любом случае. А все остальные дома даже не менее 4, нет. Здесь не видно. 3, 2, 1. Вот это отлично. Запомнили этот горизонтальный ряд, использовали эту пятерку. У нас тут уже 4 дома. Следующий, если мы поставим шестерку либо тут, либо тут, то будет видно звукодный дом. Следующий, шестерка либо тут, либо тут. Но если мы поставим шестерку в этой строчке, то тогда с ним будет... Нет, там уже 6 уже стоит. А, да. 6 уже стоит. Значит, следующий может... Отлично. Отпишите. Очень хорошо. А, в этой строчке тоже стоит. Главное, есть две шестерки, потому что тут и тут уже самые три. В этой строчке может быть только тут шестерка, потому что эти ряды уже заняты шестерками. В этой строчке может быть только вот эти. А, да. Да, все остальное шестерка уже заняты. Отлично. Так, а мы вообще, по-моему, проставили все шестерки, все шесть. Не так много осталось. Тут может стоять только пятерка, потому что если мы поставим тут или тут, она будет, грубо говоря, там 4, 3. И тут тут не будет, видно 4 дома. Да, отлично. А, кстати, вы подумайте, вот когда у нас там этот столбец, четвертый столбец, смотрим, там должно быть видно 4 дома. А, собственно говоря, какие это дома? 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. А, 4, 6. Вот. Замечательно. Значит, 1, 2 мы знаем, как стоят. Да. В этой строчке мы видим 5 домов. Поскольку здесь стоит 1, значит, мы ее не увидим. 2, 3, 4. Отлично. 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 Ну, у нас в доме все пятерки, кроме вот этого места, то есть во всех столбцах и во всех строчках это вот единственное место в пятерках. Угу. Хорошо. Угу. У нас в столбце должно быть видно 4 дома, если тут стоит либо 1, 2, либо 2, 1. Но если тут будет стоить 2, 1, то у нас не будет видно. Конечно. Отлично. В этом столбце у нас должно быть видно 3 дома. И здесь... Это совершенно не видно. Да. Здесь должно стоить 1, 3 и 4. Почему? Ну, оставшиеся цифры. Ну да, 1, 3, 4, да. Единицу мы сюда не можем поставить. Если мы поставим ее сюда, то не будет ее видно. Нет, не можете. Если мы поставим ее сюда, то не будет видно 3 дома. Значит, здесь 3 и 4. Соответственно, там их так. Единицы здесь. Угу. Ну и, соответственно, здесь заполняем 1, 2, 3. Здесь 4. Здесь 3. Да. 1, 2, 3. Здесь 4. И здесь остается 1. Спасибо. Спасибо. Спасибо.